Друзья, всем привет! Совсем недавно в своих видео я рассказывал вам о новеньких планшетах от компании Samsung, которые они представили 9 февраля 2022 года, но там это был премиум сегмент. И сегодня я вам расскажу уже о планшетах от компании Huawei. Здесь средний бюджет, линейка MadePaid. Если вам интересно, усаживайтесь поудобнее и погнали! Итак, в первую очередь, чем интересен данный планшет? Да тем, что он будет поставляться на российский рынок под управлением собственной операционной системы от компании Huawei, Harmony OS. Я, честно говоря, не знаю, какую популярность сыщет данный планшет на российском рынке, в том смысле, что нашим людям просто подавай либо iOS, либо Android. Вот здесь третья операционная система. И очень интересно будет, конечно же, понаблюдать, как все вот это вот будет двигаться, развиваться. Компания Huawei будет продвигать эти планшеты и развивать собственную операционную систему за пределами Китая. Итак, Huawei MadePaid 2022. Новинка получила IPS-экран на 10,4 дюйма с разрешением 2К. 2000 на 1200 пикселей. По камерам сзади у нас 13-мегапиксельный модуль, спереди селфи-камера на 8 мегапикселей. В сердце нового планшета расположился процессор собственного производства от компании Huawei Kirin 710A. По оперативной памяти никаких компромиссов, здесь только вариант на 4 гигабайта. По внутренней памяти компромисс есть, здесь варианты на 64 и 128 гигабайт памяти. За автономность новинки отвечает литий-ионный аккумулятор на 7250 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Еще из интересного важно отметить, что планшет получил хороший звук с четырьмя динамиками и с настройкой звука от Harman Kardon. Планшет будет выпускаться в двух вариантах. Это версия Wi-Fi и еще одна версия Wi-Fi плюс 4G. Также есть, конечно же, поддержка GPS, GLONASS, Bluetooth 5.1, разъем USB Type-C, версия USB, ну такая себе, USB 2.0. И здесь важно отметить, что планшет совместим с фирменным стилусом M-Pencil второго поколения. И устройство также имеет обновленную функцию Huawei Share для взаимодействия с ноутбуками и смартфонами. Здесь у Huawei все хорошо, они не отстают от Apple и от Samsung в разговорах о взаимодействии планшета с ноутбуками или со внешними мониторами и компьютерами. Поэтому, друзья, вот такая вот новиночка от компании Huawei. Ну и теперь давайте обсудим то, ради чего мы здесь с вами собрались. Итак, базовая модель 4 плюс 64 Wi-Fi версия будет стоить 20 тысяч рублей. Если хотите тот же самый объем по памяти, но LTE версию придется доплатить 4 тысяч рублей. То есть новинка будет стоить 24 тысяч рублей. 4 плюс 128 Wi-Fi версия обойдется в 29 тысяч рублей, потому что в комплекте будет стилус. А 4 плюс 128 с LTE, но без стилуса, обойдется в 27 тысяч рублей. Вот такая вот, друзья, разница. Итак, друзья, вот такой вот планшет от компании Huawei, MadePaid 2022. Что вы думаете о грядущей новинке? Я же на этом буду заканчивать данное видео. Если оно вам понравилось, обязательно ставьте свои царские лайки. Также подписывайтесь на мой канал. Я с вами не прощаюсь, мы еще увидимся в интернете. Всем пока!